Составление личного гороскопа, сбор денег на лечение тяжело больного ребенка, обещание работы за небольшую предоплату. Список заманчивых услуг огромен. Каждый, кто отправляет заветную смс-ку, уверен, обмануть или ограбить могут кого угодно, но только не меня. Особенно, если это касается махинаций в социальных сетях. Попытка завести приятное знакомство может обойтись слишком дорого. Когда в социальной сети с вами знакомится полковник американской армии или ветеран авганской войны, завязывается переписка «Любовь морковь», в конце концов, он готовит чуть ли не приехать и ссылает ему посылку, дорогостоящую подарок. Чтобы забрать эту посылку, которая почему-то не может прийти в растаможку, вам нужно какие-то деньги куда-то переслать. Еще один распространенный вид обмана – покупка автомобиля за границей через интернет-сайт. Житель Кобрина заплатил 13,5 тысяч долларов за воздух. Увидев на сайте объявление о продаже авто в полцены, покупатель связался с продавцом по электронной почте. А дальше в игру вступили кибермошенники. Ну и выясняется, что человек живет за границей, что автомобиль находится в Минске, что он хотел бы его продать, но надо ему ехать далеко, что у него здесь находятся партнеры. И если покупатель согласен и переведет деньги по предоплате за границу, то все вопросы решатся в одной части. Чехарда с денежными переводами продолжается до тех пор, пока человек вдруг не понимает, что его обманули. Как правило, потенциальными жертвами становятся те, кто ищет легких денег – игроки в интернет-лотерее и казино. Те, кто не понимает, что бесплатный сыр только в мышеловке. Попасть на деньги может абсолютно любой, независимо от социального статуса и количества дипломов. Конечно, дети также становятся легкой добычей для интернет-мошенников. Доступность открытой всемирной паутины способствует созданию все новых и новых вещей и видов интернет-обмана. И лучшая защита от интернет-мошенничества – здравый смысл. Осторожность при общении в социальных сетях, а также при совершении онлайн-покупок будет не лишней, потому как не всегда выгодное предложение бывает правдой.